Прежде чем вы начнете смотреть это интервью с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, я хотел бы сделать одну ремарку. Мы, безусловно, придерживаемся принципов журналистики. И сюда, в Ереван, мы прилетели, потому что власти Армении согласились с нами говорить. Если точно такой же согласие мы получим от властей Азербайджана, то мы с удовольствием прилетим и в Баку. Тем более, что все запросы на интервью отправлены и все письма написаны. Николай Ваваевич, большое спасибо, что согласились поговорить. Тема, на которую будем говорить, тяжелая, сложная. Разговор получится серьезный. Но перед этим я хочу, чтобы вы объяснили мне и зрителям, почему мы находимся в масках, какая ситуация сейчас с коронавирусом в Армении. Кажется, что мы уже начали преодолевать коронавирус. Начали, только начали. И вы знаете, поскольку по решению комендатуры и в закрытых, и в открытых помещениях все люди, граждане должны носить маски, это в Армении все равны перед законом, мы должны соблюдать решение комендатуры. Да, и мы уважаем это решение, поэтому и вы, и я находимся в масках. Переходим к основной теме. Очередное обострение на границе. Какая сейчас ситуация в зоне конфликта с Азербайджаном? Ну, по линии армянно-азербайджанской границы и по линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана можно ситуацию оценить как относительно стабильная. Конечно, к сожалению, вооруженные силы Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня. Но тот уровень стрельбы, который мы сегодня ежедневно имеем, это практически норма в течение, фактически, последних 10 лет. Я имею в виду последние 2-3 дня. А то, что произошло 12 июля, вот сейчас мы можем сделать какие-то выводы, вот как по-вашему, кому было выгодно это обострение и какие были цели у этого обострения? Ну, мы должны ссылаться на факты, потому что в течение долгих лет и в течение последних месяцев и даже последних недель воинственная риторика Азербайджана, лидера Азербайджана продолжала расти. И буквально за неделю до этих событий был очень жесткий интервью президента Алиева, который практически сказал, угрожал, что он выйдет вообще из переговорного процесса. И он всегда говорит... А, да, он говорил, что сейчас в международных отношениях первоочереднюю роль возлагается на силу. То есть это силовая внешняя политика, единственный путь решения вопросов, и в том числе вопроса Нагорного Карабаха. Есть еще один нюанс. Почему они атаковали не по направлению Нагорного Карабаха, а по направлению Тавурского марза Республики Армения? Вы знаете, за несколько дней до конкретных событий там была, поскольку за долгое время лидер Азербайджана обещал своему народу, что он решит вопрос Нагорного Карабаха путем вооруженного нападения. И проблема в том, что за последние 10 лет правительство Азербайджана потратило несколько миллиардов, миллиардов долларов под предлогом развития вооруженных сил Азербайджана. И каждый раз приходится, поскольку эта риторика продолжалась в течение очень долгого времени, со временем от времени лидеру Азербайджана приходится объяснить своему народу, почему те деньги, которые не были потрачены на благосостояние граждан Азербайджана по причине или по объяснению, что это нужно, чтобы решить вопрос Нагорного Карабаха силовым путем. Ну почему все это не происходит? И за неделю до этого там было официальное объяснение. Вы знаете, они сказали, что мы сейчас не можем напасть по направлению Нагорного Карабаха, потому что вооруженные силы Нагорного Карабаха поставили системе видеонаблюдения на линии соприкосновений, и любое передвижение войск Азербайджана будет видна для вооруженных сил Нагорного Карабаха. И есть еще второй фактор. На окололинии соприкосновений есть очень много населенных пунктов Азербайджана, и поэтому сейчас довольно-таки затруднительно начать атаку по направлению Нагорного Карабаха. Затруднительно атаковать по направлению Нагорного Карабаха. То есть они атаковали там, где, например, граница не так насыщена системами видеонаблюдения. И, между прочим, на этом направлении есть только одно азербайджанское село. Это тоже очень примечательный факт. А армянских сел там очень много. И я думаю, что это и объясняет, почему атака произошла по этому направлению. И это объяснение конкретному эпизоду. Но вообще, я как уже сказал, в течение 15 лет президент Азербайджана развивает линию воинственной риторики, что, мол, этот вопрос, этот вопрос, Нагорный Карабахский вопрос, мы собираемся решить силовым методом. И я несколько раз и публично, и в рабочей атмосфере посоветовал президенту Азербайджана не говорить с нами языком угроз. Потому что это не приведет, не принесет никаких результатов. И он все время твердил и публично, и всегда вообще линия его политики была такова, что, мол, у Азербайджана мощная армия, и когда понадобится в течение 24 часов армия Азербайджана, мол, решит Нагорно-Карабахский конфликт. И они построили такой миф в течение 15 лет. И почему так нервно они реагируют на последние события? Потому что этот миф рухнул. Рухнул полностью. Почему рухнул? Потому что вооруженные силы Армении дали такой отпор, что никто не ожидал. Очень многие даже в Армении не ожидали такого. И оказалось, что те реформы, которые произошли за последние два года в Армении, в общем, и вооруженных силах, в частности, они оказались очень эффективными. По вашему мнению, насколько сейчас была вероятность полномасштабного конфликта? Полномасштабной войны даже, так можно сказать? Ну, была, и я не могу сказать, что это сейчас конкретно исключено. Но очень большая вероятность, потому что были силы и страны, которые разжигали конфликт. Именно вот этот сейчас? Да, именно вот этот сейчас. А вы можете назвать силы и страны? Конечно, это Турция. В первую очередь, это Турция, которая разжигает конфликт. И для этого есть и текущие интересы, и исторические причины, потому что ведь Турция, она ведь не отказалась от политики геноцида армян. Президент Турции не только не признает факт геноцида армян, которое произошло в Атаманской империи в 1915 году, но он еще и оправдывает геноцид. И еще есть другой фактор. Турция, как и в начале века, у него есть мечта контролировать Южный Кавказ. И они в течение последних 30 лет, после развала Советского Союза, они ежедневно работают, доработают, чтобы воплотить в жизнь эту мечту, эту цель. Если это произойдет, я думаю, что в первую очередь россиянам понятно, каковы дальнейшие геополитические цели Турции и турецкого фактора после таких развитий. Возможных, но я думаю, что в итоге невозможных развитий. Роль Анкары вы назвали сейчас в этом конфликте. Как по-вашему, какую роль сыграла Россия? Что сделала Москва? Ну, во-первых, я хочу отметить, что сопредседатели минской группы ОБСЕ сыграли очень важную стабилизирующую роль. И тут особенно подчеркивается роль России. И я думаю, что те действия, которые предпринял Кремль, та вовлеченность, которая, вовлеченность Министерства иностранных дел России, вовлеченность Генерального штаба вооруженных сил России, они сыграли ключевую роль. Что вот для того, чтобы сейчас у нас была относительно стабильная ситуация, конечно, роль России исключительно конструктивная. Конечно, очень многие в Армении и очень много армян, они так задаются вопросом, почему Турция так однозначно поддерживает Азербайджан, Россия, которая стратегический союзник Армении, не так однозначно поддерживает Республику Армения. Но это нужно понять, что Россия сопредседатель минской группы ОБСЕ, которая занимается решением Нагорно-Карабахского конфликта. И Россия посредник в Нагорном-Карабахском конфликте, очень важный посредник, ключевой посредник, и его действия как-то должны быть в этих рамках. То есть у вас нет ощущения, что в этот раз Россия как-то несколько отстранилась от конфликта? Нет, конечно, нет. Ну, вы знаете, Россия не может отстраниться от этой ситуации, потому что, вот я уже говорил, тут затрагиваются жизненно важные интересы Российской Федерации. Не только жизненно важные интересы Республики Армении, но и жизненно важные интересы Российской Федерации. Наши интересы очень во многом, очень во многом совпадают. Я не скажу, что они идентичны. Ну, я не думаю, что есть такие страны, у которых интересы были бы идентичными. Но в этой ситуации, конечно, у нас есть очень много общих интересов, и я думаю, что это очень сильный фундамент для дальнейшего развития стратегическо-союзнических отношений. Тут разыгрывается не только вопрос региональной безопасности, тут разыгрывается вопрос глобальной безопасности, потому что сейчас в нашем регионе ситуация настолько напряжена, что эскалация в зоне конфликта Нагорного Карабаха может привести к глобальной катастрофе. И вот та реакция, которую мы увидели по поводу последних событий в мире, доказывает это. Все понимают, что из этого региона может начаться глобальный конфликт. И есть силы, которые заинтересованы в этом глобальном конфликте. И если мы посмотрим, какую политику сейчас проводит Турция, в Сирии, в отношениях с Грецией, Либией и так далее, в Ираке. И это очевидно, что Турция становится глобальной угрозой для стабильности и безопасности. А глобальный конфликт, его участники, это какие страны? Все страны. Все страны. Потому что вот то... Ну, посмотрите, вы знаете, для нас то, что произошло после 12 июля, 12 июля и после того, в принципе, это локальная ситуация. Даже для Армении чисто физически, чисто в военном плане. Это локальная эскалация. Но эта локальная ситуация получила глобальную огласку. Почему? Потому что чисто в военном смысле это локальная ситуация, а чисто в геополитическом смысле это глобальная ситуация. И все понимают это. И почему это понял, в первую очередь, Россия? Потому что это для него очень чувствительный регион. И все другие глобальные игроки тоже это почувствовали. Давайте вернемся к России. Задам вопрос. Фактически не так давно в ваш упрек и в упрек Армении прозвучало несколько фраз. Некоторые в России говорят о том, что у нас страна гораздо больше бы помогала Армения, если бы Ереван признал Крым. Вы согласны с этим утверждением? И почему Армения не признает Крым? Вы знаете, честно говоря, я впервые об этом слышу, потому что в официальных и в неофициальных общениях, встречах с российскими коллегами я никогда... этот вопрос никогда не был поднят. Никогда не был поднят. Ну, может быть, еще и потому, что, вы знаете, до сих пор Армения не признала независимость Нагорного Карабаха. И в этой ситуации я не думаю, что уместно такой вопрос. Я не думаю, что наши стратегическо-союзнические отношения с Россией, они обусловлены этой ситуацией. Вы наверняка читали пост Маргариты Симонян, который она сделала. Честно говоря, не читал. Я вам сейчас прочитаю. Я не знаком с контентом этого поста, но... Я прочитаю тогда, если можно. Но я знаком, что он вообще в армянских кругах и в Армении поднял очень-очень огромную негативную реальность. Да, вот цитата. В ответ на многолетнее добро и защиту, которое вы получали от России, речь идет про Армению, вы не признали Крым, потому что это внутреннее дело Армении. Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна, неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим российским друзьям. Потому что это внутреннее дело Армении, написала Маргарита Симонян. Также она добавила, вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Как вы это можете прокомментировать? Раз вы озвучили это, я попробую прокомментировать. Во-первых, я уже про Крым сказал. Армения не признала еще независимость Нагорного Карабаха. А что значит, что мы не защищаем Нагорный Карабах? Нет, мы говорим, что Армения гарант безопасности Нагорного Карабаха. И я сказал, выступая в Степанакерте, я сказал, что Нагорный Карабах Армения и все. После этого у правительства Азербайджана, конечно, началась истерика. Но факт в том, что Армения и Нагорный Карабах – это единое пространство безопасности. Это факт. Сейчас это факт. И есть конфликт. И по поводу формул решения этого конфликта, у Армении есть свои соображения, у Азербайджана есть свои соображения. И президент Азербайджана до этого, за долгое время он говорил и все время говорил, что Нагорный Карабах – Азербайджан. А мы с этим не согласны. Что касается второго вопроса, я не знаю. То есть здесь несколько и Кочаряны, и НКО. Вы знаете, в России должны констатировать, понять, что союзник России в Армении – не Пашинян, не Петрусян, не Полусян, не Сарксян, не Кочаря. Союзник и партнер. Россия – это армянский народ. Понимаете, это очень важный нюанс. Очень многие деятели в течение долгого времени, они позировали себя в качестве единоличного союзника, например, России. Но союзник России – Армения. Армянский народ. Ни конкретные личности, ни конкретные семьи, ни конкретные бизнесмены, ни конкретные политические деятели. Я уже сказал, а почему так? Не потому, что кто-то больше или меньше любит или не любит Россию или Армению, а потому, что у нас общие стратегические интересы. Независимости от Пашиняна, от Паусяна, от Петрусяна и от Иванова, Петрова, Сидорова. Понимаете, у нас общие интересы. И что делать, чтобы в наших союзнических отношениях не было вот никаких таких вопросов? Просто нужно для Армении считаться с чувствами и стремлениями России и российского народа. А в России наши коллеги и россияне должны считаться с чувствами, стремлениями и отношениями армянского народа. Все, нет никаких проблем. Вы знаете, посмотрите, после революции в Армении, какие предсказания там были, что вот в Армении Армения идет или уйдет на запад, на восток. А Армения никуда не ушла. Армения там, где и она была. И еще там был вопрос... Еще был вопрос по поводу антироссийских НКО, которые на вашей территории обучают молодежь. Я хочу сказать факт. Только один факт. В те времена эти все НКО, они были созданы в те времена, когда в России никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства Армении. Все эти организации, они были созданы во времена Роберта Кучаряна, во времена Сержа Саркисиана. Если они так были такими антироссийскими, и они были такими... Почему они не закрыли все эти организации? Кто-то может объяснить? Почему существование этих организаций не было тогда... У них, можно это проверить, была та же самая одинаковая деятельность в то время и сейчас. Ничего не поменялось. Почему существование и деятельность этих организаций не была проблемой в наших отношениях, если она проблема, если она проблема до 2018 года, а после 2018 года вдруг он стал проблемой? Почему? Кто-то может объяснить? Ну, я надеюсь, что после этого интервью на этот вопрос кто-то ответит. Ну, вы знаете, давайте не отвечать на этот вопрос, потому что вопроса тут вообще нет. Тут вообще нет никакого вопроса. Если вернуться к конфликту, тоже такой вопрос про роль ОДКБ. Как оцениваете, некоторые страны, члены ОДКБ поддержали Азербайджан? А это неправильная информация. Кто сказал, что члены ОДКБ поддерживали Азербайджан? У членов ОДКБ была сбалансированная позиция. И, между прочим, Армения не обратилась к ОДКБ за помощью. Это очень важный факт. И мы использовали членство ОДКБ, чтобы проинформировать постоянный совет ОДКБ о текущей ситуации. Но Армения не обратилась за помощью. Если бы мы обратились за помощью, а у них была такая позиция, мы могли бы это обсуждать. Но у них позиция была такова, они сделали такие заявления, которые бы служили стабилизацией ситуации. И это нормально. А вот вариант, рассматривайте такое 2008 года, конфликт в Грузии и Южной Осетии, когда российская армия вошла в Южную Осетию. Вы готовы позвать российскую армию на помощь в случае полномасштабного конфликта? Вы знаете, российская армия сейчас присутствует в Армении. Но она не участвует в конфликте? Она не участвует в конфликте. И в каком конфликте? Между Арменией и Азербайджаном. И никто и не надеется, что Россия станет участником конфликта, потому что Россия сопредседатель минской группы ОБСЕ. Россия посредник. И я, как уже сказал, я думаю, что очень конструктивная роль была у России. И Россия тоже должна действовать как посредник, как сопредседатель минской группы ОБСЕ наряду с Соединенными Штатами и Францией. Между прочим, сопредседательство минской группы ОБСЕ, это, я думаю, если не ошибаюсь, единственный формат, единственный формат, где Россия и Соединенные Штаты, они очень конструктивно сотрудничают. И недавно там, если не ошибаюсь, в Вашингтон-Пост вышла статья, которая констатировала этот факт и сказал, и идея была о том, что вот Россия и Соединенные Штаты все же они, эта ситуация доказывает, что они могут сотрудничать. Не так уж все плохо. И в нашем регионе, я думаю, что очень, ну, есть, есть конкретная ситуация, где интересы Соединенных Штатов и России совпадают, и главный, в первую очередь, это стабильность нашего региона. А сейчас во время этого обострения вам президент Путин звонил или Трамп разговаривали по поводу того, по поводу этой ситуации? Нет, я, но наши министры иностранных дел были в постоянном контакте, начальники генеральных штабов и представители генеральных штабов были в постоянном контакте. В Минске встретился с премьер-министром России Михаилом Владимировичем Мишустином, мы обсуждали эту ситуацию, и мы в постоянном контакте с российскими коллегами. К встречам с Салиевым вы считаете, что они были полезны, готовы с ним снова встречаться и разговаривать после 12 июля? Ну, вы знаете, эти встречи, они не сама цель. Я думаю, что сперва нужно стабилизировать ситуацию. И я всегда говорил, что для Армении непримемлемо попытки втягивать его в переговорный процесс под угрозами, это невозможно вообще себя представить. Я советовал, уже сказал, неоднократно не говорить с Арменией с позиций сил. Я сказал, что это миф, это иллюзия подумать, что можно с нами говорить на языке сил. И эти события показали, доказали это. Но, что касается дальнейших событий, сперва нужно стабилизировать ситуацию в регионе. Вы знаете, ну вот, например, вы, я понимаю вашу ситуацию. Азербайджан говорит, что это Армения нарушила режим прекращения огня. Армения говорит, что Азербайджан и так всегда, каждый раз в течение долгих лет. И вся международное сообщество в этой ситуации. Армения твердит одно, Азербайджан другое. Как быть в этой ситуации? Есть очень конкретные, очень конкретные, конкретные, средства для этого. нужно создать механизм мониторинга и следствия случаев нарушения режима прекращения огня. Кто его должен создать? Нужно сопредседательство минской группы ОБСЕ. А вы? три сопредседателя Россия, Соединенные Штаты и Франция. А вы с этим предложением ОБСЕ выходили? Ну, это всегда было в нашей повестке дня, но Азербайджан не принимает это предложение, но я думаю, что хотя бы после этих событий все мы придем к этой к этому решению, потому что это действительно очень важно. Еще, вы знаете, мы обсуждаем проблему Нагорного Карабаха. Невозможно решить проблему Нагорного Карабаха без властей, без правительства Нагорного Карабаха. Понимаете? Если президент Алиев хочет, что премьер-министр представлял Нагорный Карабах за переговорным столом, премьер-министр Армении вы имеете в виду? Премьер-министр Армении представлял Нагорный Карабах за переговорным столом, это он говорит, что Нагорный Карабах Армения, потому что если Нагорный Карабах не Армения, почему премьер-министр Армении должен представить Нагорный Карабах за столом переговоров? Это не я говорю, что, не только я говорю, что Нагорный Карабах Армения, это Ильхам Алиев говорит, Азербайджан говорит, Нагорный Карабах это Армения, если они говорят, что премьер-министр Армении должен представить Нагорный Карабах за переговорным столом. Это международное сообщество говорит, что Нагорный Карабах это Армения, когда говорят, что Нагорный Карабах за переговорным столом должен представить премьер-министр Армении. Если так, давайте констатировать это и пойти вперед. Вам принадлежит выражение, что для того, чтобы решить проблему Нагорного Карабаха, нужно сначала микрореволюции делать, потом мини-революции в этой области. Что вы называете микрореволюцией? Что может быть? Я уже сказал неоднократно. Давайте посмотреть, какие действия предпринял я после избрания премьер-министром Армении. Я заявил, что любое решение Нагорно-Карабахского конфликта должно быть приемлемым для народа Армении, для народа Нагорного Карабаха и, внимание, для народа Азербайджана. Я первый лидер Армении, который говорит, что некое решение Нагорного Карабаха, Карабахской проблемы должно быть приемлемым еще и для народа Азербайджана. Наверняка много критики потом он слышит в свой адрес. Да, конечно. Но как на это реагировал президент Азербайджана? Он продолжал ту риторику, которая у него была до 2018 года. Он сказал, что конфликт Нагорного Карабаха должен решаться так, как это приемлемо только для народа Азербайджана. Но это невозможно. Если мы ответственные люди, да, мы должны сказать... И это была одна из формул микрореволюции, которую я предлагаю. Второе. Я призвал армян и азербайджанцев не ругаться в социальных сетях, а попробовать разговаривать. Ну, понять друг друга. Понять. Понять. Попробовать быть понятным. Поставить себя на место другого. Поставить себя на место другого и попытаться понять, почему азербайджанцы так думают. Почему армяне так думают. В чем суть проблемы Нагорного Карабаха. Сейчас вы затронули очень такую тяжелую тему, потому что в начале интервью мы с вами говорили о том, что на границе, ну, как бы вошло в норму того, что было последние 15 лет. Но то, что сейчас начало происходить в Москве, это вообще не норма. И для нас это выглядит, как какая-то страшная вещь, когда происходит столкновение в Москве между армянами и азербайджанцами. Ну, давайте констатировать, что это начали азербайджанцы, когда они действовали против армянского абрикоса, да. И запретили армян продавать абрикосы в некоторых маркетах России. И я, конечно, это продолжение той воинственной риторики и той риторики ненависти, которую правительство Азербайджана проводит в течение последних 15 лет. Ну, давайте сравнить риторику всех властей Армении с риторикой правительства Азербайджана. Мы увидим, что в армянской риторике нет ненависти. Да, есть принципы. Есть какие-то соображения. Есть какие-то представления. Но нет ненависти. Но это не можем сказать по отношению азербайджанского правительства. Но я уверен, что в последних событиях есть еще очень важный нюанс. Я просто уверен в этом. Который, конечно, имеет связь с ситуацией в нашем регионе. Это попытка дестабилизировать Россию. Это попытка превратить Россию в поле межнациональных конфликтов. Как в Ереване будут реагировать на вот эти столкновения в Москве между азербайджанцами и армянами? Поскольку я сказал, что мы понимаем, что цель дестабилизировать Россию, наша позиция однозначна. Нельзя поддаваться этим провокациям. Нельзя поддаваться этим провокациям. Потому что стабильность России стратегически важный фактор для нас. Я уверен в этом, что и мой призыв просто прекратить все это. Потому что они, все те люди, которые живут в России, они обязаны соблюдать законы, порядки Российской Федерации. Это не только недопустимо в политическом и законодательном смысле, это недопустимо еще и в моральном смысле. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо.